Всем привет-привет! В сегодняшнем видео я хочу показать вам трендовый осенний макияж. Это будут яркие стрелки. Сейчас это очень модно и актуально. И в этом макияже я буду использовать два оттенка. Нюдовую и красную помаду. Начнем наш макияж. Вначале на очищенную кожу лица и наношу базу под макияж. У меня база от фирмы Tempt. Прямо на этой же базе есть удобная кисточка для нанесения. Крем выдавливается и наносится на лицо. Но база нам нужна для того, чтобы защищать нашу кожу. Сейчас еще попытаемся скрыть остатки от аллергии на моем лице. После базы под макияж я буду наносить тональную основу от Lancome Tempt Idol Ultra 24 часа при помощи спонжика от NYX. Спонж очень напоминает бьюти-блендер. Начинаем с носика. Не знаю, мне так удобнее. Я всегда начинаю с носика. Теперь на проблемные зоны. Там, где у меня была недавно аллергия. Знаете, особенно когда сейчас холодно, эти пятна сильнее проявляются, красные. Уже жду не дождусь, когда они у меня полностью исчезнут. Теперь хочу закрепить свой макияж при помощи пудры. У меня компактная пудра от MAC. Пронг Вер в оттенке медиум. При помощи новой пушистой кисточки от Royal Technique. Это номер 100. Она, конечно, наверное, предназначена больше для нанесения румяны. Но она очень пушистая, поэтому буду наносить пудру. Теперь с удовольствием приступаю к оформлению бровей. В этот раз у меня карандашик от NYX двухсторонний. С одной стороны выкручиваешься карандаш, а с другой такой, знаете, хайлайтер, который рисуется под бровью. Матовый абсолютно. Очень мне нравится этот карандаш. У меня в оттенке эспрессо. Достали меня уже мои брови, если честно. Вот так, девчонки, один раз испортишь и потом всю жизнь мучишься. Конечно же, обязательно я прохожусь по волоскам тушью для бровей, которая фиксирует волоски, прокрашивает их. Эта тушь у меня от Eves Saint Laurent в оттенке номер 2. Теперь приступаем к макияжу глаз. У меня база по тени La Base Pro от Lancôme. Она мне нравится. Теперь буду использовать палетку от Urban Decay Naked Basic 2. Я ее очень сильно хотела, так как здесь базовые оттенки для повседневного и для вечернего макияжа. Они матовые. Очень меня это радует. И самый светлый оттенок с Кимп наношу на все века. И оттенком кавер я создаю легкую тень в складке века. Чтобы выделить глазки, это мое любимое занятие. Я всегда рисую, прорисовываю века. Ну что, теперь самое интересное. У меня есть очень красивый карандаш от NYX желтого цвета. Так как сейчас в моде разноцветные стрелки, я при помощи этого карандаша буду рисовать красивую желтую стрелку. Рисую широкую стрелку. Цвет, конечно, потрясающий. Этот карандаш очень яркий. Немножко выхожу и заворачиваю ее наверх. Девчонки, я очень люблю экспериментировать, поэтому я не боюсь создавать яркие, странные макияжи, потому что мне они безумно нравятся самую. Я в таком виде, конечно же, стрелочки свои не оставлю. Обязательно нарисую стрелку вдоль линии роста ресниц. Для этого я буду использовать коричневую подводку от Lancome. Мои удивительно желтые стрелки нарисованы. Теперь подкрашу свои ресницы при помощи туши для ресниц от Clinique Chubby Lush. С большой-пребольшой щеточкой буду прокрашивать только верхний ряд. Думаю, что на нижнее веко можно добавить немножечко коричневого оттенка. Прям совсем чуть-чуть. Хочу в этом макияже использовать бронзер от Urban Decay Beached Bronzer. Немножечко его на щечки нанесу, на лоб. И буду использовать румяну от Hourglass. Что касается оформления губ, губы я хочу оформить двумя новинками. Вообще, на самом деле, это новая коллекция от Rimmel. Состоит из шести помад от Kate Moss в честь 15 лет творчества двух икон красоты. Kate Moss и Rimmel. В этой коллекции представлены три красных и три нюдовых любимых оттенка от Kate Moss. Что меня очень сильно радует. Я выбрала два оттенка. Один в нюдовом и один в красном. И хочу попробовать сейчас применить их на этом макияже. Давайте вначале попробуем нюдовый оттенок. Оттенок называется Boho Nude. Очень интересный. Я думаю, что он подойдет к нашим ярким желтым стрелкам. Кстати, эти помады имеют приятный сладковатый запах конфетки. И отлично пигментированы. И второй вариант. Очень хочется попробовать этот макияж с оттенком помады 52 легендарный красный. Напишите в комментариях, с какой помадой вам понравился больше всего этот макияж. С этой помадой макияж выглядит еще ярче. Но мне на самом деле очень нравится. Этот оттенок красного очень подходит под эти стрелки. Ну что, ребята, я надеюсь, вам понравилось это видео. Если да, то ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok